пим 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 всем привет эфир начался так напишите вот там вот сейчас привет дмитрий первый кто присоединился дар сделал комментарий напишите там вот пожалуйста как слышно как видно ну и собственно говоря вот так вот вот там вот напишите кто видит кто слышит или никто не видит никто не слышит тебя вроде полоска бегает на экране так что надеюсь должно быть видно и слышно так ну значит еще раз всем привет привет эльдар привет мистер технологист так отлично видно и слышно ну чтож пожалуй приступим к нашему чудному стриму а сегодня у нас по теме так сейчас чик рабочий стол пока перейдем откроем сообщества кстати даю подсказку уже началось голосование на следующую неделю кто не в курсе расскажу выбираем значит тему которая нравится если своя эта тема не нравится нажимаем еще и оставляем свой вот чудный комментарий здесь есть ваш комментарий окажется более интересным чем предложенные мною тем это понятное дело понятное дело на стрим будет на эту тему ну либо просто выставлю голосование сегодня у нас значит диагностическое оборудование из китая стоит ли покупать 32 процента а вот так же сразу пока собираются наши много уважаемые зрители так скажем еще за парка приветствую а в г джуньер привет александр темников тоже приветствую алексей гбл приветствую чех гараж тоже приветствую вот всем привет привет сразу пока собираем еще людей напомню что кто не в курсе можем вам помочь дистанционным отключением иммобилайзера пин повину пин по прошивке ключ помочь привязать диагностика на расстоянии и в общем то любые программные аппаратные дела с вашими блоками управления а вот можем вам оказать помочь с этим всем так что если вдруг кому-то что-то надо вайбер ватсап заходим контакты здесь рассказываю где еще найти куда надо обязательно заходить заходить обязательно надо значит вот у нас на канале есть тут чудные закладочки привет мастерская вольт авто вот значит это наш сайт вот можно него заглянуть это telegram обязательно заходим в telegram значит там есть много мастеров и новичков привет павел диагноз тоже привет мастерская вольт авто тоже а вот значит заходим в telegram можно задавать вопросы там в общем то даже сейчас 39 человек онлайн 268 человек подписчиков там сейчас не просто посты как у кого-то другого там бывают со спамом и выходом новых роликов и все там каждый имеет право разговаривать задавать какие-то вопросы грамотные но не только грамотные разные я думаю все помогут в общем то присоединяться также обязательно заходим на наш чудный форум значит вот у нас такой вот есть замечательный форум так что у нас на форуме на форуме много интересных тем вот кстати какая-то тема свежая тоже появилась фбс 2 эмулятор но это буду отвечать позже на эту тему а посмотрим что у нас там как уже я говорил сегодня у нас сегодня у нас коммерческая ветка продажа оборудования из китая вот ссылочки на проверенных продаванов если вдруг какая-то и ссылочка оказывается битой мертвой само собой пишите вот снизу люди иногда пишут когда появляется какая-то битая мертвая ссылка и понятное дело я разбираюсь если вдруг какой-то продавец вам продал что-то по этим ссылкам не очень хорошо то в общем то есть некоторые методы давления на этих продавцов чтобы не возникали вопросы также скажу сразу продажи оборудования я не занимаюсь нового ничего такого но единственное конечно бывает что-то у меня зависает ненужное то само собой вот здесь вот я писал что-то я продавал тут не только я писал мексику он продавал мвп продавал галету продавал продают еще как видите и другие люди разное оборудование ну и вот проверенные ссылки на китай так значит так что нового на сайте на сайте обычного ничего сайт сам является больше наверно коммерческим лицом тут я выкладываю видео обзоры статьи как я уже говорил ранее курс автоэлектрика вот у нас сейчас группы мы больше не набираем в принципе я уже объяснял причину почему не набираю больше группы на курсы только в индивидуальном порядке как я уже говорил ранее в общем то набирать группы смысла нет уж у всех разная подготовка кому-то что-то одно просто кому-то что-то другое и по результату никто не получает необходимой информации тот кто знает много больше не узнает тот кто знает мало в общем то тоже не получает его пытается получить что-то то что он не может справиться поэтому только в индивидуальном порядке курс автоэлектриков я больше не набираю потому что это бесполезно и нормального результата не дает так ну что ж в общем то вот мы немножко прошлись уже по нашим скажем так если можно сказать каналу и так далее куда где заходить надеюсь теперь вы все прекрасно понимаете вот это у нас сейчас стрим идет мы его открывать не будем да вот итак сегодня у нас тема как я уже говорил ранее выбор китайского оборудования а если у вас возникают какие-то вопросы пишите вот там вот вот там вот вот там вот задавайте свои вопросы внизу под видео если уже смотрите в записи тоже пишите оставляет свои комментарии постараюсь на них ответить да в принципе я думаю ни один прокомментируемые другие люди тоже подписчики зрители форума вот собственно говоря о чем я хотел сегодня поговорить зачастую возникают вопросы у подписчиков и просто зрителей так у клиентов значит стоит ли покупать китайское оборудование большой это риск на самом деле или иногда стоит скажем так попробовать в общем то но как видите сейчас на данное время практически все оборудование делается в китае за очень редким исключением к примеру ну даже тот же ланч если взять или допустим x100 x300 про эти а то бд старое оборудование то в общем то его даже уже производят официальный китай прикольно как бы не звучало это да китайское оригинальное китайское оборудование но в общем то это так и есть значит в первую очередь что я могу сказать по этому поводу по выбору китайского оборудования китайское оборудование бывает как очень дешевое некачественное так в принципе и нормальное доведенное можно сказать до ума как в общем то видели наверное у нас на форуме было обсуждение некоторых продавцов оборудования с пруфами то есть доказательствами того что даже продавцы у нас говорят что перебирают китайское оборудование доводит до мать пану клево и так далее по сути по сути в общем то продается но откровенно говоря шлаг который насколько я понимаю даже вернуть бывает по гарантии некоторая проблема хотя самое интересное приобретая у китайцев если проверенный хороший магазин то но с возвратом с гарантией вопросов обычно не возникает потому что магазин для китайский магазин в общем то хочет держать свое имя и если это не новоделка какая-то которая там чисто сделал что какое-то шило впихнуть по-быстрому то магазина обычно выполняют свои какие-то обязанности давайте куда-нибудь заглянем ну вот давайте первая ссылочка открывайся зайдем по первой ссылке вот у нас есть например программатор не понял а вот видите ссылочка не совсем живая оказалась тут у нас 866 они все верно это я по нему зашел чуть я думал шейк спок натиснул смотрите значит немаловажные моменты при выборе оборудования у китайца во первых смотрите цену у меня тут указано в российских рублях сюда значит чтобы вам понятнее немножко было приветствую анатолий значит нужно немножко понятнее было у меня будет в российских рублях казну потому что общем то мне кажется эта валюта большинству из моих зрителей подписчиков понятно не покупаетесь на такой маневр здесь может быть указана цена вообще смешная по сути доставка здесь практически будет указана ну реальная стоимость этого товара бывает такое что тут но грубо говоря будет написано 1 доллар да но это не в данном случае вообще говорю здесь будет указано ой блин точно извините тормоз да 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 не переключился смотрите какая картина то есть в российских рублях как я говорю здесь показано спасибо павел значит здесь может быть указана цена допустим 1 доллар там или 5 рублей до российских доставка здесь будет указан допустим 100 тысяч поэтому когда делаете заказ какой-то очень внимательно смотрите также и на цену доставки потому что как я уже говорил ранее здесь может быть написано смешная цена вообще какая-то мега смешная да а вот здесь вот цена доставки будет в десять раз превышать реальную стоимость почем это оборудование можно в общем-то приобрести вот также него важный пункт значит смотрите покажу ниже здесь видите отзывов 0 почему либо поменялся товар хотя на него ссылка идет постоянно и значит 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 ведь 76 лайках висит значит просто скорее всего менялся товар потому что даже я в общем-то покупал именно по этой ссылке и здесь же его в общем то в от лайки вал но писал от него рекомендацию дальше смотрите что интересно немаловажно значит у нас есть магазин такой и о нем всегда есть такое поле понятие как отзывы давайте зайдем куда-нибудь где у нас вот допустим 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 давайте на фвд и зайдем посмотрим что у нас здесь будет вот видите звездочки это один отзыв так хорошо тоже товар поменялся давайте что-нибудь не сейчас куча этих перемен идет перенастроек причем даже по коротким многим очень этим ссылкам я уже даже прибыль не имею раньше там бывало там 12 процента отстегивала сейчас уже по многим где вот есть такой вот минус который ссылка но давайте здесь посмотрим по оранжу дан я цвету смотрите то есть вот от чего зависит цена то есть от комплекта либо он пустой смотрите какие и бесплатная доставка видите вот обязательно этот момент смотрите и смотрите расчетное время доставки в 60 дней защиты поэтому если в течение этого времени товар не пришел сразу открывайте спор давайте посмотрим что у нас здесь есть смотрим в первую очередь чтобы 1 2 звезды не перешкаливали за 5 звезд само собой открываю в первую очередь одну звезду это нам значит но вот немаловажно ведь тут человек пишет шумит калькуляторов и собственно говоря вот видите два негативных отзыва китайцы в общем-то и не обещали нигде что там будут калькуляторы поэтому поэтому в общем то смотрите дальше с двумя звездочками у нас ничего нету с тремя звездочками соединение не только сверху но вот видите не пропай это на но неплохо вот вот человек тоже пишет что без калькуляторов и тоже без калькуляторов но что поделать калькуляторы китайцы уже значит убрали с продажи есть кому-то нужны калькуляторы вы знаете куда за ними надо обращаться у меня уже обзор был я показывал что у нас есть вот в общем то и само собой остальные отзывы значит сколько у нас 5 звезд 32 отзыва по сути то есть большинство но в общем то вот на это обязательно тоже читайте потому что бывает такое что тут пишут что хотя и 5 звезд стоят но отзыв реально в этом самом негативные ну да кстати да тоже смотрите про что отзывы потому что общем то бывает такое что люди сами просят того чего быть в принципе не может ну давайте еще куда заглянем ну вот например zedbull давайте посмотрим что пишут про продавана тут как видите можно и zedbull и sbb тоже взять неплохой довольно программатор по ключам также также с бэбэшка старая у них есть но у нас больше сейчас за будет интересует ну и тоже смотрим само собой на заказы видите здесь одна звезда ну в общем то тоже есть отзывы одна звезда и не дает почему-то посмотреть нам а вот вот сюда зайти ну вот одна звезда товар подделка ну можно подумать товар не может быть подделка лишь китайский товар дальше смотрим две звезды на что у нас отзывы оригинальный сиди был неисправен у какой оригинальный сиди может быть у китайцев да но оригинальный сиди не исправим ничего не хотят ну и остальное тоже читают без комментариев нам главное доставка 27 дней хорошо работает поэтому читаете не только плохие отзывы но также и хорошие потому что в общем то может быть такая картина что как я говорю иногда в хороших пишут и плохие привет валдос тоже привет литвия вот поэтому в общем то обязательно смотрите такие моменты обязательно смотрите как я уже говорил бывает такое что китайцы переставляют по той же ссылке товар по новой и может писать что продаж не было хотя продажи те же в общем то присутствуют также давайте посмотрим что нибудь интересно еще но вот например лексию давайте откроем дайте хоть что нибудь плохой найти то накито ссылки все о тихо стояночка они опять но тут 1 2 есть вроде плохие давайте заглянем отчеты по халяве какой халяве так программа не работает продукт имеет программную ошибку но вот у людей у двоих не получилось программу поставить рут рекер я думаю в этом нам поможет поможет ну вот кому-то товар не пришел здесь пришел опять дисками испорченными ну вот три нету 4 нету звезды и 5 звездочек да еще немаловажный момент немаловажный момент если много плохих хороших отзывов до хороших отзывов много но получается картина допустим плохих нет обязательно смотрите вот на эту вот дату смотрите если много хороших отзывов может быть накрутка так называемая то есть вот это вот дата когда хороших много не было везде одинаковая то есть номер 12 сентября 19 года и она будет там 10 20 их отзывов именно от этого числа приветствую бахтаяр извиняюсь правильно неправильно имя назвал вот поэтому очень внимательно также смотрите на такой пункт когда числа какого оставлен отзыв если все в общем то эти отзывы поставлены в одну дату то это однозначно будет накрутка и стоит все таки очень сильно обратить внимание но на то чтобы может быть и нет но перешагнуть через этого продавца такое что-то отвлекся тут столько всего пишут перекроет апельсин картрак x прок у по айпрок нет как я уже говорил много раз не бывает универсального программатора потому что в моем личном понимании я лично считаю да я пока сюда переключу чтобы с вами беседовать в чем-то хоть какой-то из них в общем то я думаю но перекроет апельсина например но если мы уже берем к примеру наш великий могучий апельсин да ну давайте возьмем x прок x прок мне нравится как работает с бмв мне кажется он немножко перекроет апельсина во всяком случае скажем так x проком с бмв хами я делал то делаю то что с апельсином не лезут делать дальше кто у нас еще давайте допустим возьмем к примеру программатор наш тел 866 из которого я начал самом начале давайте я открою сразу вам его так это он у нас самом начале где-то и был вот здесь вот да давайте мы его откроем апельсин о по регистрации просят не потом тогда откроем начал просить регистрацию значит смотрите что я вам скажу так я в каком режиме а мы вот здесь вот сейчас я зайду тогда вот мы где сейчас зайду к вот зайдем смотрите что у нас получается вернемся сюда ну вот смотрите то есть он нас получается по факту работает с вышами апельсин с вышами не работает в общем то вообще x прок тоже не работает с вышами поэтому поэтому ведь тут вот у нас поддержка flash есть вот они flash а с ушами как я уже говорил не айпрок не работает не x прок не оранж поэтому в общем то в общем то по x пробу если спрашиваете какая версия но скажем так мне больше нравится мне больше всего нравится 5 55 55 вот эти вот наверно версии то что мне кажется 6 еще сыровато немножко восьмерка честно скажу ей я не доверяю потому что я считаю что из 6 сырая то чего можно требовать от 8 с 8 я даже не работал не ставил не пробовал поэтому за 8 я вам абсолютно ничего интеллектуально грамотного сказать не могу так для пуса что лучше и подешевле пса вы имеете ввиду французов я так понимаю ситровенный пижо правильно значит по апельсином от вописи по ситровенном пижо наверное понадобится если работает с иммобилайзерами понадобится карп рок для чего потому что он очень хорошо с бусы и работает иногда можно без выпайки процентов разборки бутербродов оттуда хорошо получать данные выдергивать пины поэтому карп рок мне кажется было бы хорошо иметь также хорошо имеет наверно тел 866 почему потому что работает с флэшами а допустим по жабоедиком нашим любимым очень 81 например sirius блок в принципе много блоков где надо работать и с флэшами из гипромами но телки тоже будет наверно маловато по причине того что в некоторых блоках надо работать с процами а ты 866 у нас к сожалению с процессорами не работает вообще поэтому придется наверное посмотреть также и в сторону оранжа либо экспрога если бмв вы затрагивать особо не собирается тогда наверное лучше orange почему но опять же видите мы пришли к такому выводу о чем я говорил немного ранее собственно говоря о том что универсальных программаторов которые делают абсолютно все не существует видите то есть мы опять приходим к такому же самому выводу то что вот у нас программатор который делает одну работу не может справиться с другой вот собственно говоря такая картинка то что у нас дальше пишут люди добрые апельсин апельсин много нас а он один по апельсином у нас по оранжу почему апельсин но оранж вообще переводится как апельсин был у нас даже отдельный стрим на канале я думаю в принципе если будет большое желание после этого стрима можете отмотать посмотреть там будет полный обзор у нас там все калькуляторы под оранж он же апельсин я делал показывал что в нем есть что он может что он умеет что он хотел бы научиться но к сожалению так не научился вот поэтому стрим хотя довольно долгий там но если вас интересуют калькуляторы ну или сам вообще программатор orange он же апельсин 5 то рекомендую посмотреть значит смотрите также программатор orange мне кажется но он же апельсин это был следующий шаг за программатором омега вот была омега 5 значит но у нее какое первое основное отличие от оранжа что омега была через лпт порт подключалась если помнить что это за чуть такое такое на 25 контактов большой разъем туда еще в свое время принтера активно подключались новых ноутбуках и новых компьютерах но отдельно этого порта нету поэтому если он вам необходим то необходимо докупать отдельный переходник отдельный порт для того чтобы он появился поэтому общем-то разработчики и сделали мне кажется оранж который уже с лпт порта перевели на этот самый на юсб приветствую виктор так 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 и прок очень интересен да по и пробу я думаю ближайшее время сделаем обзор а также имеется довольно богатый выбор калькуляторов под и прок причем даже которые работают без самого и прога я думаю тоже будет многим интересно и поэтому этот обзор и прога мы также сделаем ближайшее время вы пока задавайте вот там вот вопрос а я пока еще пройдусь по чудному значит сайтику виде алиэкспресс вот кстати наш и макиллер не но о котором я рассказывал тоже делал обзор по нему старых реношках в сириусах с его помощью можно просто на ура кстати сириус 3 старые он не берет чтоб тут не было написано производитель нагло и безбожно вводят заблуждение так что сириусом 32 он не работает в принципе а вот ну в принципе довольно неплохая штукенция по убиванию иммобилайзера в блоках но сириус 32 она не умеет делать так что производитель все-таки немножко вводит заблуждение тут также вводит заблуждение продавец пуша думал что он просто не в курсе как видите плохих отзывов тоже у нас нету только хорошие 45 баллов значит что у нас еще давайте посмотрим так ой блин точно точно забыл переключиться извините чуть сегодня не выспался сейчас в нахаживаю расстояние а больше так вот кстати оранжи которым мы говорили только что вот он же апельсин он же оранж значит выбираем откуда заставка китай лучше брать говорю сразу со всеми переходниками как видите на него цена глобально ушла вниз было около 150 60 долларов но вода на 36 процентов цена ушла вниз кстати вот где минусовые такие мне никакие баллы не начисляются тоже тут есть кто-то там думать что я где-то что-то там наживаюсь нехило ну и соответственно давайте в отзывы заглянем а мы вот здесь уже были сегодня так что мало ничего не узнаем это вот ссылочка у нас наверное хорошо видно и тебе но у меня да у меня хорошо я вижу даже не переключившись так ну вот это у нас штука такая для перепрошивки карп рога я по ней уже делал видео обзор как с помощью карп рога обновлять версии довольно удобно довольно интересно файлики кстати у нас тоже на сайте выложены как это чудно делать ну что у нас ищет интересно ну вот этот переходник мне кажется очень важен некоторые товарищи у нас уже немножко по нему ошибались я уже говорил несколько раз какое именно шаг надо выбирать поэтому вот на этот момент очень сильно обращайте внимание ко мне пришло несколько программа этих переходников с очень широко расставленными контактами поэтому в общем то они казались абсолютно негодными для чего этот переходник хорошо грубо говоря и промку в него ставим и потом просто уже не надо направиться на плату ставим ее вот этими выводами в программатор и зажимаем контакт очень удобно вот такие вот штуки кстати раз уже открылась я не рекомендую крайне использовать вроде бы с одной стороны она без выпайки типа можно судя по заявленному продаванными великими могучими но на самом деле бывает цепляет нагрузку какую-то с обвешанных вокруг и промки тоже микросхем а то есть там же у нас и процессе ты слыша и так далее то есть представьте вы запитываете через этот переходник только одну и промку да а все остальные тоже понятное дело вешаются нагло и бессовестно на ваш программатор это же хавают его питание но иногда и кидают данные которые не нужны поэтому через вот этот программатор я не рекомендую вам пользоваться дальше что у нас делся в таком вов ну тут по-моему и так все ясно мудреного ничего нету выбираем откуда правочка вот даже российская федерация переходнички разные платки читайте обязательно отзывы читайте отзывы как я говорю в общем-то говорю не единожды постоянно продавцы эти проверенные с ними какие-то вылазит косяки или нюансы кроме того что открываете спор также сообщаете мне есть некоторый метод на них оказывать давление но ответе заказал перевод другой страны внутри это три балла только ну просто долго к нему шло вот недоволен остальное у нас ведь 76 отзывов кроме одного трехзвездочного что долго шло все остальные более менее адекватные вот пишешь увидите поддельный оказался не оригинальный ну да кто же думал на китае покупать что-то оригинальное придет честно говоря даже немножко смешно бывает иногда что у нас еще интересно есть вы пишите комментарии то не забывайте мне что же интересно вот инструмент транспортеры собственно говоря вот такие немаловажные пункты я вам настоятельно рекомендую обращать внимание если вы что-то покупаете в китае у китайцев поэтому значит когда повторюсь еще раз выбираете какое-то оборудование смотрите обязательно отзывы о товаре отзывы о самом магазине кстати я вам также не показал еще как это сделать необходимо допустим у нас есть магазин сандар вот он все густоры но вот давайте на него и зайдем вот сам наш магазин смотрим что у нас есть чем вообще занимается этот магазин чем он а блин опять не я не нажал вот так вот вот так вот а вот значит я зашел с нажал ссылку магазин и мы заходим на магазин вот смотрим отзывы это обязательно также читайте о каждом магазины отзывы есть чем хорошо тут в общем то пишет народ что с магазином хорошо что с магазином плохо какие к ним претензии есть и так далее не конкретно к товару а конкретно к магазину вот за что то есть у нас 1 2 звезды ну тут уж ничего не поделаешь переводить надо на каком-то непонятном языке к сожалению ну опять же большинство все-таки большинство положительных отзывов поэтому как бы смотрите смотрите нет дельфи я не считаю что устарел почему я не считаю что на самом деле дельфи устарел не устарела никакое оборудование как я уже говорил ранее у меня для этих целей даже муть первое лежит это по митсубаном потому что вот и так я уже рассказывал пришла допустим машинка 1 митсубиси там какая-то древняя древняя с древней фишкой которую в принципе никто ничем не мог прочитать а вот мутью 1 старые ты для митсубанов у меня удалось в общем-то к ней подключиться поэтому старого оборудования не существует никакого любое оборудование сколько бы она не была старая ну хорошо давайте рассмотрим такую картину то есть вот лежит это муть старая по митсубанам ну за сколько его продам выкинуть жалко правильно не стоит выкинуть продам я его ну долларов есть уже уже говорит доллар и долларов 10-15 за него отдам правильно ну сомневаюсь что тот за него даст больше еланка стоит дешевле правильно а приехала машина на диагностику никто не мог ли сделать а я установил причину и чистой совестью только за диагностику взял 20 долларов вот она и окупилась уже даже принесла прибыль вот еще я думаю муть такая придет ни одна митсубанчик поэтому старого оборудования в моем понимании не бывает опять же хорошо давайте рассмотрим 3007 пыжик да но года там 2009 неужели его кусает от алексия нормального пежо планет по цепи да никогда не по цепи там даже он не заявлен вот а в таком тот же за тьмов его находит и в общем-то к нему нормально соединяется поэтому тут все настолько растянуты и непонятно в этом плане старого оборудования повторюсь еще раз не существу нет просто это оборудование для техники которые приезжают реже вот и все то пойму что чаще приходится работать или нравится больше нравится больше мне кажется мне кажется мне кажется мне кажется нравится находить что-то новое вот я уже в некоторых стримах рассказывал про наши некоторые доработки новые делаем сами эмуляторы некоторые китайские переделываем с их косяками устраняем некоторые сами кто вот у нас допустим на форды на mazda на toyota приобретал уже эмуляторы я думаю те люди в курсе ну там плат конечно самодельная видно тут уж не обессудьте но в общем то это тоже наша разработка как мы их делаем я уже рассказывал принцип на основании чего они делаются по этой причине в общем то ну вот это мне нравится это мне приносит удовольствие не повторять какую-то работу трус 200 раздел которая приелась вот здесь вот уже сидит иногда высаживать даже а именно какое-то творчество найти что-то новое сделать что-то новое разобраться с какой-то проблемы кто еще не разбирался вот это мне приносит больше удовольствия вообще из наработанных тем наверное больше всего нравится м ешки 75 вот эти блоки которые идут которые бесплатных калькуляторов нет либо бесплатные считают через не то место через которое должны считать где надо пересчитывать все контрольные суммы вот это мне нравится sirius 8 1 обожаю делать потому что там не просто нажал кнопку и получил готовы результата надо работать головой вот ну в общем то более творческий процесс более интересный какие-то бумажки брать записывать циферки всякие интересные пересчитывать это все о чем еще нравится ну в общем то это первые блоки которые мне пришли на ум которые в общем то я назвал ну да они мне нравятся потому что как я уже говорил только что ранее работа и одно и то же все время повторять делать то что он 200 раз повторял а пересчитывать что-то считать активность мозга как я уже говорил да так приветствую алексей так сергей тоже приветствую дик бокс дик бокс стать допишите там всякие моменты пишите спрашивайте про китайское оборудование тоже задавайте вопросы я думаю вас на самом деле такие вопросы есть касаемо дик бокса бокса вы скажу свое тоже не не совсем положительное отзыв о нем смотрите касаемо дик бокса до более новая версия до заявлены и более новые авто секи но есть несколько проблем дик боксе по конфигурации почему я считаю что эти проблемы есть а потому что допустим привязывали вот 6 л.п. попалась недавно мозги эти магнете morelli 6 л.п. томас . 270 мокро причесор стоит микропроцессор мокро причесор вот и когда значит смотрите картина сделали вирджина из этого бог из этого из этого блока управления двигателя бы с и остался старый добрый ким ничего не надо было только нужен был код для привязки которые у пыжиков используются по этой причине таким методом ну просто на ура подцепили бокс нажали кнопку в peugeot planet произвести замену блока управления он сказал включить зажигание выключить зажигание прошел и все стало на ура значит проверили все работает отлично сам блок управления сделали тоже вирджина опять с него отправили к людям которые уже должны были его установить у себя на машине ну скажем так это все делать исключительно для того чтобы проверить технологию блок управлялся довольно далеко и в общем-то говорили что с этими 6 л.п. были какие-то сложности поэтому решил проверить перед отправкой их у себя заработала все отлично отправляю людям пишут просит пин-код ну ладно фиг с вами у меня не просила пин-кода хотя блок от их машины ладно говорю присылайте бы сышку присылает бы слишком я туда дергаю пин отправляю к ним обратно они опять начинают привязывать она опять ругается типа все но пин-кода принимает все хорошо прошила блок все отлично там этот опять код мой просит который универсальный для пыжиков значит по результату она говорит что она его шьет все классно все говорит хорошо заводите а потом человек пытает заводить она не заводится что первая ошибка ошибка внутреннего и промо вот так вот все из-за того что по результату оказалось у людей diagbox поставили peugeot planet и все без всяких пин-кодов как и у меня на ура подцепила и на ура просто ну на ура просто и пошла тоже ведь по результату кажется diagbox и peugeot planet peugeot planet более старый программный продукт да а он без всяких пин-кодов и без всякого прочего блока подвязал diagbox вроде под новые вроде все дела там пальцевеером и так далее сопли пузырями а по результату мало того что запросил пин-коды так по результату и глобальный в общем-то по полной обломался поэтому поэтому где от боксу я отношусь довольно скептически и если блок я какой-то делаю и говорю что понадобится peugeot planet или допустим лексия то на машине ноутбуки которым это все будет доделываться уже у заказчика должен стоять именно peugeot planet и лексия они diagbox потому что вылезут косяки однозначно сделать боксом и это уже не первый раз такая ситуация случалась поэтому в общем то поэтому в общем то поэтому в общем то такое отношение у меня где от боксу так что еще пишут люди добрые а а у тел maxi cis light пока вообще ничего не могу сказать у меня его просто нету значит уже я говорил про этот сканер что если кто-то готов предоставить его в тестировании либо совместно снять какой-то видео обзор вместе со мной если не хотите давать сканер я готов к вам подъехать где-то вот ну понятное дело недалеко в беларуси так недалеко если то в принципе я готов или другой стране в которой нахожусь заснять буду только рад есть кто-то предоставит возможность заснять какое-то видео по ау телу вот собственно такая вот картина такая вот картина поэтому право тел я не скажу вообще ничего так что у нас пишут в воды и танго китай с токенами значит по выводы и выводы и это оригинал вроде что у нас получается а в воды это отлом от а воды во блин воды и воды и воды и танго китай у меня без токенов по ссылке которая у нас внизу так стояночка опять забылся переключиться один момент переключаемся на рабочий стол идем сюда находим танго программатор ключей вот по этой вот чудной китайской ссылки вот это танго она работает без токенов токенов здесь не списывается кстати интересно за что плохие отзывы давайте посмотрим может пришла пора натянуть злостного продавана а вот и все внизу вот и все в каком-то вот это вот и все в каком-то и там эту историю я довольно подробно рассказывал и показывал если помните как танго уже с перемотанной катушкой работает и держится 79 35 как я уже говорил ранее китайская танго 79 35 работает трансподерами очень криво какое бы оно ни было какое бы она типа китайцы не писали что они 200 раз его переделали этого нету этого нету этого нету поэтому в общем то когда покупаете китайскую тангу помните доделывать подматывать катушку надо 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 просто обязательно надо дальше да кстати немаловажный пункт по доводке китайского оборудования до ума самое что вам понадобится важное при доведении китайского оборудования дома по этим ссылкам которые здесь присутствуют это спирт тяга но не то что надо залиться от горя а то что надо будет взять старую зубную щетку спирт либо какую-то чистящую другую жидкость и почистить платы потому что часто бывает что китайцы оставляют флюс канифоль какой-то там снизу вот это все обязательно надо очищать обязательно так что еще пишут молодые танго китае вот приветствую заор так воды из китая также интересен мы пройдемся по фвд и фвд и вот наш красавец значит что я могу рассказать по фвд я обзор у нас по фвд ям уже был отдельный а если помните где я про него рассказывал значит что я скажу 14 версия на самом деле пустовато немножко в 14 версии у нас некоторых нюансов нет 15 версия она вот сход догматься до красненькой хренькой и 18 версия 18 версия ну мне кажется 18 20 версия моем понимании несколько кривоватые почему 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 я так считаю там заявлено то что можно делать без этого а 15 версия во всяком случае 18 когда ловится в интернет я еще отучать их нормально не отучился этот самый пятнадцатую версию я уже от интернета есть кому-то надо отвязать чтобы она не ломилась без проблем без проблем пятнадцатую версию отвяжем но в общем то вот она отзыв у нас один здесь хотя по этой ссылке покупал ли уже много кто поэтому в общем то я рекомендую может быть я и не прав чем-то но я рекомендую брать все-таки версию 15 продают ее с двумя гифтами то есть подарками а два подарка это у нас больным тормоз опять не переключил да ёпорный бабаец а вот значит тут у нас есть два гифта ну то есть подарки говоря по-русски это вот у нас такие штукенции первое это набор отмычек всяких полезных вынималок разбиралок а пластика разбирать на панелях магнитола выковыривать и так далее и 2 вот это типа мега turbo девайс мега супер пупер а значит скажу сразу разводняк этот мега супер пупер девайс он как подарок достоин а деньги бы за него я отдавать бы не начал потому что это в общем-то лажа ни хера он там не чипованы и ничего не добавляет но это как бы гифт за гифт как говорится в нос не бьют а вот это по фвд ям значит что у нас дальше люди добрые спрашивают и прага по и пробую сделаем отдельный обзор сделаем отдельный обзор просто на канале еще стрима или полного обзора по и пробу не было поэтому сейчас пока временно не будем как говорится перед батьково пекло листья вот это поговорка такая есть значит или пословица как правильно поэтому мы в общем-то об этом сделаем по и пробу обзор дополнительно как я уже говорил по и пробу у меня также есть набор калькуляторов которые работают без и про готове мы про ваще не надо так между к так зеленой или красной платой к так зеленой или красной платой честно сказать честно 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 ну просто разные производители разные ревизии красное мне тоже нравится больше как тут рекомендует тоже наш зритель сейчас там уже стоят насколько я знаю конденсаторы более надежные и так далее поэтому в общем-то красная плата мне нравится более собрано хорошо по 2020 значит по 2020 по фвд и 2020 я так понимаю вопрос заключен мне кажется что там что-то добавили еще по мерсам но мне кажется я хотел сказать что так как 18 версия он абсолютно ненадежен ко мне уже их пришло четыре штуки за две недели представляете до 20 версии пришли в ремонт и вот там выгорает по страшному там и прод стоит начинает петь роман со своей вот и по входу стоит стабилизатор по питанию выгорает там двадцатой версии 2020 в общем-то много нехорошего творится вот такая в общем-то картина поэтому с 2020 если все-таки хотите 2020 я бы наверное не спешил вот да забывай переключаться за был мини знаком такой зверь до за был мини сначала что было сначала был за был большой понятное дело это было отлом от за тьфула вот за тьфу стоит больших денег за был относительно недорогой значит что у нас было потом появился за был мини значит забыл мини который был раньше это был отлом от за тьфула обычного и там не было половины функций то есть у нас насколько я помню за були в обычном шел таймер который можно было восстановить забыл мини там были с этим некоторые сложности потом со временем забыл мини начали делать уже с обычного забыл а но опять же то есть я с забыл а мини сталкивался не часто несколько штук прислали в ремонт так у меня еще забыл мой старый большой который был куплен еще давно 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 лет наверное уже с 10 назад вот так до сих пор меня еще тьфу-тьфу-тьфу ни разу не подвел я к нему сделал переходник питания от юсб и в общем-то хороший программатор он мне нравится поэтому про z bull мини я не скажу ни хорошего неплохого то есть старый забыл мини был плохой новый если верить вроде как исправили но я с ним лично не имел дело поэтому за него что-то не скажу что у меня из оригинала из оригинала у меня есть некоторые программаторы которые дублируются оригиналы и китай из оригинала у меня сканматик есть значит чистый значит сканматик оригинальный 2 и 1 где-то лежал китайский если я никому еще до сих пор не подарил не помню в общем то я пользуюсь первым сканматиком увидел что мне второго не хватает а второй китай тогда не делал в общем то я отжалел денег и понял что не зря потратил потому что в общем то он мне понадобился из оригинала у меня лежит фвд и он же а бритус оригинальный но я его уже наверно года два или три не продлевал пока нет такой необходимости в общем то делаю все что делает китай также у меня что лежит к так с кисой как я уже говорил копии оригиналы лежат там достались кистошка 1 разваливалась и мне досталось оттуда в общем-то за адекватные деньги за недорогие собственно у меня и оригинальные фвд и оттуда отломился носимся бритус вот так же у меня оттуда обломился оригинальный оранж тоже в общем то лежит оригинал и китаец оригинал лежит на всякий случай так называемый а пользуюсь китайцем вот такая картина также оригинал у меня есть вася но это скажем так перевод свцдс а кто из них оригинальные сейчас тяжело сказать то что каждый пошел своим путем скажем так вот с тестом я что давай вася за него отдал что-то порядка 115 долларов по моему сейчас не вспомню даже когда китайские отломные стоил там обновленный непонятно такой версии стоил 50 я ничего каждый этом пару лет его менять отдал оригинал который будет обновляться и голова болеть не будет ланч у меня оригинал потому что его не бывает китайского сами понимаете прекрасно вот но обновление понятное дело у меня уже не оригинальные вот что мне еще из оригинального так то я все надо wizard прок но он же тл 866 мне кажется он не бывает не оригинальный тоже потому что общем то это чистая копия оригинала что у меня еще да в принципе это то что вот я по памяти перечислил я думаю что то еще скажу вы пока там тоже пишите чего-то спрашивайте привет артур кстати тоже это у нас по оригиналам так какие мысли джетак элит 2 про про кем не должны быть про него мысли какие у меня должны быть про него мысли но джетак сеггер у меня вот есть как бы про который я говорил джи линг вот этот который я использовал непосредственно что катаго карп рога жизнь о карп рог уменьши кстати тоже живой есть оригинальный но тоже не пользуюсь пользуюсь нынче китайцам китайцам пользуюсь вполне устраивает ну китайца завалил не так жалко если завалил оригинала ну то это будет уже немножко жалко поэтому в общем то в основном пользуюсь китайцами если можно есть уже не получается тогда уже присоединяюсь к оригинальному оборудованию в этом задавайте вопросы а то я кажется уже тему практически всю исчерпал вот вы вопрос как-то не особо задаете тогда наверное если вопросов больше у нас нету и больше ничего не спрашиваете тогда вот там вот есть такая штука вот такая вот такая нажимаем дружно все на нее только не по два раза главное нечетное количество раз нажать после счет на она нажал появилась и 2 нажал пропало а если нажать нечетное количество раз то она приплюсовывается вот так же повторюсь еще раз значит ссылочки где у нас есть они вот у нас все есть на проверенных подаванов продаванов на нашем канале заходим сообщества как я уже говорил так опять не переключился да ай да я ай да молодец вообще горжусь собой вот у меня так вот проверенные ссылочки на форуме как я уже говорил заходим вот сюда нажимаем сообщества на канале да вот так вот сообщества нажимаем и голосуем за тему которая будет у нас на следующем выборе так для рено кинга 3 и что подобрать так для рено кинга 2003 года что подобрать подобрать для чего для диагностики или для чего для диагностики это понятное дело будет у нас клип что же еще кроме клипа может быть для рено либо на следующем стриме рассмотрим вот такой чудный прибор мне кажется что все таки за него большинство на данный момент голосует и мне кажется что в общем то я расскажу как с помощью этого чудного ел м3 с 27 можно заменить практически полностью клипа сина клипа жалко денег вот так что смотрите внимательно правильно голосуйте так сканматик китайский можно купить 2 если честно я не встречал сканматика китайского только первую версию видел говорят где-то там в чатах писали что вроде как где-то есть но я не знаю я отношусь довольно скептически хотя он сам интересная про сканматик я и мы в чат предлагал я даже не уже не прошу с них оборудование прошлое второе им просто предложил сотрудничество какое-то чат который у них вайбер ватсап меня то и на мыло на мыло им тоже написал они меня как-то туда на фиг с пляжем не знаю посмотрим будет ли с ними какая-то партнерка будет не будет время покажет но они как-то такое ощущение создается что не заинтересованы в реализацию товара и предоставление его здесь и так далее и тому подобное поэтому либо может быть все-таки есть подозрение что они собираются сейчас сделать какой-то новый продукт программный сканматик 2 тогда должен скоро ближайшее время будет появиться в китае так что пока нет никакой информации и я думаю что он все-таки появится в ближайшее время поэтому пока нет никакой информации не спешите так по 14 год какие трудности по отключению им а вы или кем не скажите какой там стоит блок управления я вам тогда скажу что можно делать с мобилайзерами по старым мэрсом 38 пин диагностика либо star либо достаточно и столько диагностики с ними даже нормально автоком дружит вот с этим большим разъемом единственное в таком и я бы рекомендовал проверить распиновку часто бывает не совсем хорошо дайс вольво вольво очень хорошо единственное что о дисси вольво вской вы смотрите если покупаете и не у китайцев а у кого-то с рук берете подключайте чтобы она виделась не как универсальное движение устройство а именно как дисс а потому что всякие работы с конфигурации прочим сделать если она видеть как просто как юсби устройство там ну как порт или как что такое не как дисс то у вас не получится поэтому смотрите чтобы виделось именно как дисс а так обком не тот же что и китай да тот же абсолютно обком в китае китае у нас здесь китай продается единственное что касаемо обкома я бы не рекомендовал обновлять прошивку до более новой потому что есть некоторые сложности по обкому сползти обратно на старую то есть на новую сползает легко обратно на старую вызывает некоторые сложности поэтому либо в идеале в идеале конечно для более новых копили использовать джентль для более старых пойдет в принципе обкома полностью поэтому обком обновлять там на 13 14 года я бы не рекомендовал но опять же это ваше сугубо личное дело я высказываю только свою исключительно личную точку зрения так видео или стрим по доработке китайского оборудования да я думаю что то будем делать допустим когда делаем обзоры по какому-то конкретному китайскому оборудованию то я обычно рассказываю что необходимо доделать что необходимо изменить что необходимо переработать с этим оборудованием но и так далее потому что в общем то как я говорил уже ранее про тот же оранж я рассказывал стриме что надо делать про тот же тангу я рассказывал что надо делать про зад был рассказывал что надо делать да в принципе практически все оборудование которую мы делаем обзоры я рассказываю про все его косяки которые приходят от поднебесной далекой китайской страны вот и и и собственно вот кстати зараза оттуда вроде никакая не идет ко мне уже после того как скажем так этот вирус коронный начал проявляться везде и вся там у них в этом городе куча слегло приходил уже много чего из китая и пока вроде быть хоть учу по дереву вот не зацепило так что так что вот вирус умирает можете заказывать смело и я думаю что в этом ничего не будет тем более как наши ваши почты присылают на месяц-два идет пока это до сюда то ни одна зараза сдохнет пока она сюда придет ткс китая какой мультимарочник можно купить не подскажешь подскажу как я уже говорил если рассматриваем мультимарочники это будет ланч это будет автоком вот эти два мультимарочника еще опять же повторюсь рекомендует уже который стрим а у тел спрашивают про него на многих видео на многих этих самых стримах поэтому я не могу ничего сказать про него я его не видел я его в руках не держал вот такая тоска печаль вот так вот бывает так на вас на вас на вас на база скан мать на вас что еще на вас может быть кстати автоком и ланч там тоже лада заявлено в общем то посмотрите стрим был на в таком уже у нас на канале там в общем то я показывал то что вазы есть лады зазы есть кто-то там еще был уже газоны помню тоже были в ланче в автокоме в ланче он тоже есть сейчас подождите секунды посмотрю себя на телефончике по моему тоже был так вот наша программная продукта запустится она без него да так кто у нас тут есть вот уазы есть в ланче вас есть за есть в ланче я по советскому автопрома бывшему если можно так назвать позвон есть кто-то еще газон есть так что так что так что в ланче есть это все тоже так что а что блок магнити морейли и наверное что а магнити морейли до 7g вы можно отрубить 7g вы отрубается с помощью эмулятора и программной переделки вот это если делать нормально и мощника можно отрубить можно привязать это уже что вашей душе будет угодно в общем то что попросите то можно и сделать вот так что проблем нет с кодами были сложности я сразу скажу российской сборки с приборными панелями поэтому вот такая вот картинка с ними было не особо радостная не особо веселая также не забывайте спрашивать там а то что опять начну закрываться значит с этим стримом пока давайте вам еще чем покажут у нас есть интересное из новых вопросов не последует то как бы вот вот как я уже говорил заходим сообщества выбираем сюда и выбираем голосование на свод как я уже говорил ранее опять не переклик они переключился не переключился так вот сюда заходим это наши телега и сюда это наш форум также заходим вот сюда и также заходим вот сюда вот я сейчас по всем этим заходом покажу что было это вот кстати я какой был на смотрите и какой стал то за один год между прочим если вдруг кому-то интересно за год вот так вот скинул вес интересно давайте остальные мои фотки посмотреть тоже вот такой я был и такой вот стал это все за год вот такой вот это все год год один год но грубо говоря здесь куча вот фоток всяких на инстаграме вот кстати эмуляторы про которые говорил которые мы делаем для фордов и для мост если вам интересно вот собственно говоря картинка и не туда нажал сейчас покажу вот собственно говоря он отключен видите провод снят и поэтому висит ошибка на него вот собственно он отключен уже и соответственно как видите ошибка у нас пропадает так что если надо эмулятор чеки мы делаем а вот меня кстати злостная папарацци во время стрима 1 отловили прикольно да а это вот кстати по поводу и был стрим вот он лежит здесь прикольно да но это вот как бы по по этому самому дальше павка ну я не думаю что что то интересное будет по форму я вам уже говорил telegram обязательно заходим будет всегда много интересного сайт просто является обзором всех наших видосиков вот такая вот тема так что вот это вот вам очень сильно штука пригодится возвращаемся обратно на меня так что то уже понаписали так скандок какой обороны лучше брать оригинал вместо кита хороший вопрос на самом деле мне кажется если только начинаете достаточно взять китов потом со временем используя китайского оборудования вы немного потеряете если понадобится вдруг китайская продать взять что-то оригинальное просто будете видеть что вам китайского конкретно не хватает надо брать оригинал который отобьется увидеть что это не разовый заказ который там на все мы сделали и потом опять достаточно будет китайской заказ мне кажется лучше немножко опустить дальше к следующему кого вот если вы знаете что такие заказы у вас будут идти постоянно и китайского вам абсолютно не хватает то конечно же да тогда стоит обратить внимание внимательно на оригинальное оборудование но это все дает практика и тут вам дать совета что брать оригинальные что брать китайская наверное не смогу потому что я не знаю во первых какой поток машин и какие идут у вас часто какие тут года часто какие производители какие работы делаете поэтому сказать что-то дать рекомендацию какое брать оригинальное какое китайское мне тяжело будет поэтому я считаю что лучше взять конечно же китайская поначалу а потом со временем смотреть собственно говоря как и с дилерским оборудованием то есть покупать сначала универсальная потом вы покупаете отдельно марочная то что у вас конкретно идут машины более часто сложно ли отключить иммобилайзер kengo 2008 полтора деце но опять 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 сколько раз говорил грамотные люди говорите какой блок управления никакая машина это более важно то есть конечно какая машина тоже надо знать какой мотор какой там топливо так далее но в первую очередь для того чтобы знать как легко или сложно отключить иммобилайзер надо знать какой блок управления двигателем мозги не целую engine control unit на так вот тогда дам ответ имею расшифровка областей дам по один из этих я вот это кстати интересно интересно потому что их делаем до сих пор только через эмуляторы поэтому мне было бы интересно по в этим самым по тойотам по лексусом пройтись по этому в общем-то в участку не зачастую нет зачастую нет потому что в общем то когда мы просто делаем в тойотах в лексусах замоление то машина все равно не заводится даже перечитав контрольную сумму это не спасает поэтому мне кажется этого маловато там должна быть какая-то еще маленькая нычка поэтому мы делаем эмуляторы для этой цели вот так вот вот так вот вот такая вот картину что ж наверное будем завершать с нашим чудным замечательным стримом да кстати насчет носа спрашивали чё нос немного в бок просто когда-то давно давно занимался рукопашным боем и даже сам тренировал вот так правда все было давно и до того как ожерел ну вот нос до сих пор немножко в бок вот так вот печально вот собственно говоря такая история ну что ж будем наверное завершать нашим стримом подписывайтесь на канал the кстати лабораторный блок питания у меня стоит его показывал тоже подписывайтесь на канал ставьте лайкос и побольше подписывайтесь на канал делайте репост этого видео того кстати вообще покажу что делать надо сделайте мне будет от этого очень огромное спасибо то есть вот вам точнее будет спасибо вот у нас идет видео да вот он прямой эфир у нас идет наш надеюсь сейчас не залагает особо вот видите поделиться делаете и везде вот здесь вот снизу опять не переключился они переключился вот и вот здесь вот снизу делайте все эти пересылки свои вам за это будет огромная огромная благодарность от меня вот так вот вот такая вот картинка сейчас вернусь еще раз сюда вот ставьте лайки как я уже говорил подписывайтесь на канал нажимаете на колокольчик внизу в комментариях пишите свои мнения голосуйте на потому сверху выбирайте тему для следующего стрима до скорых встреч пока пока